Издание, да, не ошибаюсь. Ещё один вопрос здесь. Ещё один даже. Я такой вопрос на сущность, скорее всего. Многие молодые девушки, которые не привыкли ходить в храм, но иногда им хочется войти, помолиться, всякое случается в жизни, и многим хочется брать из-за Бога, да, и в разное время все приходят к этому. Такой вопрос. Почему нельзя в храм входить? Не только нельзя, потому что не разрешается в храм девушкам входить в брюк, например, и участвовать в службе. Знаете, к сожалению, не все понимают следующего христианского принципа. Церковь говорит не о платьях, не о брюках, ни о халатах, ни о каких-либо других вещах. Церковь говорит только об одном – о целомудренном и нецеломудренном одеянии. Этого, к сожалению, всегда понимают. Можно одеться в такое платье, что, знаете ли, мужчины не будут знать, куда глаза девать. Можно одеться в брюки такие же, что скажут, что это бессовестно и всё. А можно одеть брюки, и всё будет очень прилично. И можно одеть и платье, и будет очень прилично. Принцип, значит, какой? Не брюки и платье, а характер одежды. Но вы правы, что, к сожалению, иногда форма, сама форма, оказывается, преобладает у нас над содержанием. И вам скажут, вы в брюках? О, всё, отойдите. Я помню ещё те времена, вы себе представить не можете, вас ещё на свете не было, когда я читал в газете, например, была возмущённая статья в «Известии», одна дама пишет, «Меня не пустили в ресторан только потому, что я в брюках». Когда ещё начиналось только это, знаете ли, вот. Смотрим, к сожалению, не в ту сторону. Смотрим, во что одето, а не как одето. А для церкви важно – как одето. Я от всех, Алексей Ильич, выражаю вашу благодарность, что вы нам помогли, разъяснили некоторые вещи, основы христианского мировоззрения и вообще христианской жизни в сегодняшнем мире. Надеемся на дальнейшую, будущую встречу. Спасибо вам. Спасибо, действительно. Хамило. АПЛОДИСМЕНТОР АПЛОДИСМЕНТОР Продолжение следует...